Итак, добрый вечер, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Мы очень рады приветствовать сегодня всех наших гостей, возможно, даже будущих студентов кафедры Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках цикла открытых лекций от кафедры. И спикером лекции сегодня выступит наш высококвалифицированный и профессиональный эксперт Белихова Юлия Александровна, руководитель Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Московской области и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Московской области. Итак, мы готовы начать. Юлия Александровна, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Раз вы сегодня слушаете нашу лекцию, значит, я могу вас назвать коллегами, поскольку сфера ЖКХ вам уже не безразлична. Название лекции сегодня непростое, поскольку в этой жизни каждый выбирает быть частью проблемы или частью решения. Но я думаю, что здесь собрались именно те, кто хочет быть частью решения и действительно решать очень сложные вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. Мы сдались целью, на самом деле, получая огромный поток обращений граждан, чего же хотят жители. И причем неважно, это многоквартирные дома или это частный сектор. Так вот, их объединяет практически только одно – жить в благоприятных и безопасных условиях. И если ваша цель руководителей, управляющих организаций, снабжающих организаций и не только именно такая, так же, чтобы сделать безопасной и благоприятной жизнь граждан, то тогда нам с вами точно по пути эта лекция будет достаточно полезной. Любая цель возможна, если вы правильно подходите к ее планированию, к ее реализации, постановке задач, ну и, разумеется, контролю. Но всего вы этого не можете сделать без как раз-таки участников непосредственных процессов, для кого вы это делаете. Так вот, и здесь очень важно работать с сообществами, поскольку именно у них вы можете взять обратную связь о том, чего же действительно они хотят. Для того, чтобы сформировать запрос и, мало того, дальше его отрабатывать и работать на опережение вперед. Так вот, сообщества, они бывают совершенно разные. Если мы говорим про частный сектор, то это уличкомы, это институт, который уже давно проверен, годами, где действительно люди выбирают старшего по данной улице, именно к району в частном жилом секторе. Если мы говорим про то, чего у нас больше всего, это все-таки многоквартирные дома, и большинство людей проживает именно в многоквартирных домах, то, разумеется, это совет многоквартирного дома, та форма, которая закомендовала себя уже достаточно достойно. Совет многоквартирного дома – это не просто жилищные активисты, а это люди, которые могут помочь вам взаимодействовать со всем домом, без исключения, поскольку их выбирают люди, выбирают легитимно на собрании собственников, им дают полномочия представлять интересы всех жителей дома. Если у вас нет такого сообщества, то будет очень сложно дальше продвигать какие-то инициативы, собирать мнения, опросы и так далее, поскольку вы потеряетесь в этом разнообразии. Одни сегодня хотят покрасить подъезд в синий, другие – в зеленый, третьи – вообще это не нужно. Так вот, именно консолидация сегодня мнений для правильного решения, которое будет интересовать именно большинство, и нужно сегодня работать с советами многоквартирных домов. В Московской области они как создавались, так и создаются, работают очень активно. Мало того, они сегодня включены во все вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые происходят на территории нашего Подмосковья. И опыт перенимают сегодня и другие регионы, в том числе и Крым, который также сегодня создает союз управдомов Крыма и многие-многие другие территории, поскольку именно эта форма сегодня и прописана в жилищном кодексе 161-й статье, и также сегодня может быть в том числе и помощником и для власти, и для управляющих организаций, но при правильном взаимодействии, поскольку мало слышать, нужно научиться слушать. Потому что если вы будете просто слышать запрос, но аргументированно дальше не отвечать и не говорить, что возможно, а что нет, то, конечно, здесь советного квартирного дома и любое сообщество объединенное сыграет прежде всего вам больше в минус, чем в плюс. Поэтому здесь очень важно быть предельно честными и подготовленными. Так вот, где же эти сообщества взять для того, чтобы с ними уже буквально завтра, а может быть даже и сегодня начать работать? Существуют различные, скажем так, инструментарии. Конечно же, это форумы управдом, и я думаю, что сейчас будут разрешены форумы, в том числе и в режиме реального времени. Они проходят каждое муниципальное образование в Подмосковье, если вы из другого региона и у вас этих форумов нет, то стоит посмотреть, что это такое и попробовать у себя реализовать, когда действительно активные жители приходят и высказывают свое мнение или свои предложения, в том числе, потому что критикуя «предлагай», предлагая понимать, как это будет реализовано. Где жители высказывают и мнение, и предложение, именно там сегодня можно формировать это сообщество активных жилищных активистов. Кроме того, это социальные сети, это обращение граждан, причем обращение граждан, вы знаете, среди них понятно, что есть нерешаемые, да, но, по крайней мере, мы понимаем, что если человек обращается, то, значит, его интересует эта сфера, и с ним можно выстроить диалог, и с ним можно точно наладить контакт, и также взять его сегодня в свое сообщество. Это собрание собственников, я думаю, что это одна из самых таких важных форм, потому что именно на собрании собственников видны активные граждане, жители, непосредственно собственники помещений в этом квартирном доме. Именно там как раз-таки формируется совет многоквартирного дома. Поэтому собрание собственников, если вы представитель управляющей организации или суснабжающей организации, то именно там сегодня можно выявить активистов или помочь им, кстати говоря, создать совет многоквартирного дома и непосредственно уже с советом или с председателем работать. Это обучающие семинары. Сегодня в Подмосковье проходит проект про ЖКХ, уже третий год в этом году будет в этом проекту. Именно на обучающие семинары приходят сегодня жители для того, чтобы научиться этой же личной грамоте. А раз они хотят знать, значит, они точно что хотят, в том числе и помогать, разбираться и взаимодействовать. Все-таки самое главное – это выстроить именно взаимодействие. Правильно, четко и всем понятно. Именно на этих площадках управляющие организации, да и не только, могут найти своих помощников. Для чего это нужно? Вы знаете, многие говорят, что разделяю властвую, потому что не нужно объединять сегодня жилищных активистов, это будет сила, с которой будет потом непонятно, что делать. Но на самом деле все наоборот. Просто нужно научиться с ними взаимодействовать и работать. Когда управляющая организация приходит на собрание собственников или встречается с Советом многоквартирного дома и выстраивает планы работ, тогда вы избегаете большого количества обращений граждан по поводам и без, в рамках тарифа или вне рамках тарифа, потому что вы планируете свою деятельность и четко объясняете, что есть то, что вы начисляете, есть то, что вы собираете, есть прямые расходы и есть те денежные средства, которые вы можете планировать на следующий год или на текущий год по планам работ и формируете план работ вместе с активными собственниками в этом доме. И здесь очень важно не просто спрашивать, чего вы хотите. Как правило, собственник скажет, что он хочет ремонт в подъезде или то, что он видит или чувствует каждый день. А вы, как непосредственно управленцы, как люди, которые работают в управляющей организации, точно знаете, какие необходимо в первую очередь провести работы. Поэтому готовьтесь к этой встрече, к этому собранию собственников и отстаивайте в том числе свою точку зрения. Аргументировано, почему нужно сегодня не дверь покрасить, а трубу заменить в подвале, которую собственник не видит, но это завтра повлияет непосредственно на его качество жизни и на аварийность. Так вот, мало того, совет дома или сообщества, которое вы создаете, причем при вашем участии, кстати, собственники будут очень благодарны, если вы поможете собрать совет на квартирного дома, провести собрание, а провести собрание это и уведомление, и разработать совместно регламент, в том числе по взаимодействию, это и сделать бюллетени, и собрать, дать помещение для того, чтобы счетная комиссия могла провести подсчеты или какие-то обсуждения, дать площадку, создать эту площадку, причем через различные средства связи, в том числе и WhatsApp, и вот тогда, это уже самое начало, скажем так, взаимодействия, тогда вы помогаете людям объединиться, помогаете им сегодня выработать единое, консолидированное мнение, и, соответственно, завтра уже начинаете с ними взаимодействовать по тем вопросам, которые есть. Так вот, про обращение граждан и совет многоквартирного дома. Если вы вместе с советом многоквартирного дома приняли планы работ по будущему году, по текущему ремонту, при этом находится обращение, который не присутствует на собрании собственников, не ходит, абсолютно игнорирует и обращается в надзорные органы, то здесь вы можете обратиться, когда видите эту жалобу, опять же, к совету многоквартирного дома, понимая четко, что все планы это обращение рушат, для того, чтобы непосредственно жители проработали с одним из собственников в этом аквартирном доме. Данное обращение и заявление объяснили ему, что уже выработан план, проведено собрание собственников, и если он считает важным, достаточно важным данный вопрос, то давайте поставим дальше его на следующие планы по следующему году или пускай докажет эту актуальность. Подключайте, не оставайтесь наедине с обращениями, особенно, когда рушатся планы большинства. Подключайте здесь активистов и непосредственно совет многоквартирного дома. Кроме того, советного квартирного дома это и просвещение. Если у вас есть пол советов домов, то есть вы четко понимаете, кто у вас сегодня в каждом многоквартирном доме активен, жилищный активист, который с вами на связи, через который вы можете сегодня распространять в том числе информацию, то при аварийных отключениях вам будет гораздо проще объяснить жителям сегодня, что происходит. Почему? Мы очень часто видим случаи, когда какая-то авария и самая главная паника у жителя начинается, когда он не понимает, что произошло, не понимает, что делается и когда это будет устранено. То, что касается сообществ. Мы спросили, какие есть, скажем так, параметры, при которых вы доверяете управляющей организации. Как это сегодня можно померить? Так вот, нам ответили жители о том, что когда я нанимаю управляющую организацию на ремонт своего личного имущества внутри квартиры, а еще если я заказываю ремонт своей квартиры, вот тогда это высшая степень доверия управляющей организации. И плавно переходя к плюсам, которые могут быть, так вот, управляющая организация может жить не только за счет тарифов. Но управляющая организация может сегодня помогать жителям, в том числе и сдача в аренду мест общего пользования, в том числе сегодня и сдача рекламных конструкций в аренду этой провайдеры сегодня, интернета и многие-многие другие возможности, которые есть в квартирном доме. И может помочь жителям реализовать сегодня в том числе и те дополнительные услуги за счет привлечения дополнительных средств многоквартирный дом. Вы знаете, все-таки мы выходим сегодня с вами за рамки привычного ЖКХ, того самого Афони, сантехника, да, и сегодня ЖКХ становится немножко другим. Задача каждого из нас менять ситуацию и отношения людей. А менять мы можем сегодня только через действия, которые сегодня происходят каждый день. в том числе и доп. услуги, которые управляющая организация может оказывать. Ну, казалось бы, ну, кто, если не вы, сегодня имеет прямой доступ к собственникам многоквартирных домов, к квартирам, потребителям услуг? Именно вы. Поэтому именно вы сегодня можете и улучшить качество своих услуг, и сегодня улучшить в том числе и свои сервисы, и привлечь денежные средства в развитие тех самых условий, про которых мы говорили в самом начале, это благополучного и безопасного проживания в многоквартирном доме. Зачем вы нужны совету многоквартирного дома, и чем еще вы сегодня можете помочь? Это тоже достаточно важные аспекты. Здесь, конечно, то, чем, по идее, вы не обязаны заниматься, но можете. Это помощь в разъяснении того, как получать субсидии, льготы. Особенно это было очень важно сегодня в 2020 году и в 2021 также актуально по людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и вопросы о том, как оформить субсидию, льготы, были очень распространены, и многие управляющие организации на это откликнулись и помогали, хотя это не входит сегодня в их обязанности. Вы можете помочь сегодня жителям участвовать в конкурсах, а сегодня их проходит огромное количество, это и лучшие дворы в Подмосковье, это и лучшие мероприятия, лучший совет многоквартирного дома и так далее. Вы можете помочь им сегодня оформить заявку, сделать фотографии, преобразить все это сегодня, и тогда благодарные жители точно что не заставят себя ждать, потому что понятно, что вы тоже сопричастны к этому моменту. Вы тоже вносите свой посильный вклад в то, чтобы помогать собственникам в том числе и видеть их работу на благо надплативного дома. Разумеется, что это и мониторинги, и проведение работ. Казалось бы, сегодня у нас вывоз мусора не касается управляющей организации, а этим занимаются региональные операторы, но это точно касается собственника. Если он видит сегодня вывоз не своевременный, то вы должны помочь ему в том, чтобы это зафиксировать, правильно связаться с надзорными службами для того, чтобы предотвратить, скажем так, данное неудобство на контейнерной площадке. Вы можете сегодня помочь попасть в программу благоустройства, зная, что сегодня проходит голосование на портале в нашем подмосковном, в том числе, есть такие порталы и в других регионах Российской Федерации, но как правильно сегодня голосовать, как сегодня уведомить об этом голосовании жителей, и сподвигнуть на то, чтобы именно этот двор попал в программу благоустройства. Такая же история сегодня по программе по ремонту подъездов, когда вы можете помочь сегодня сделать так, чтобы именно их подъезды в их доме включили в эту программу, получили софинансирование с муниципального, с регионального бюджета и старались совместными усилиями, привлекая другие инструментарии, имея другие финансовые инструментарии, кроме содержания ремонта жилья, потому что на нем далеко, если, конечно, ты не новый квартирный дом, далеко на этом не уедешь, поэтому нужно научиться вместе с жителями, помогая им менять качественно жизнь в доме, в дворе и делать ее, разумеется, что благоприятной и безопасной. Тема благоустройства достаточно важная и достаточно сложная, поскольку сегодня, скажем так, вот кажется, что она касается сегодня, точнее, затрагивает только жителей и органов местного самоуправления. И еще буквально несколько лет назад к этому подходили для галочки, да, просто освоить бюджетные средства, показать сегодня количество площадок, которые сделали, а что с этими площадками, как они вообще сделаны, неважно. Так вот, что важно при благоустройстве? Очень важно взаимодействие и формирование запроса, чего же именно хочет житель. Но формировать этот запрос и планировать это благоустройство нужно правильно. Да, сегодня есть портал Добродел, где проходит голосование, но по голосованию вы можете только выбрать территорию, где большинство жителей сегодня голосует и выбирает, точнее, хочет сегодня, чтобы именно их двор был отремонтирован, благоустроен в этом году. Но при этом ничто не заменит сегодня фактического обсуждения с активными жителями во дворе самого плана благоустройства. Ни одно онлайн-голосование вам точно этого не заменит. Онлайн-голосование выберет только территорию, грубо говоря, адрес непосредственно, где-то благоустройство можно проводить. Так вот, самая большая ошибка это когда органы местного самоуправления приходят на территорию, которую нужно будет благоустраивать неподготовленными. И самый страшный вопрос, который может возникнуть, звучит так, а что вы здесь хотите? И тогда получается история, когда накидывают столько всего, чего хотят, а администрация к большому сожалению, не подготовилась к данному сходу жителей или собранию и начинает просто записывать. Дальше уходят и жители получают то, на что денег хватило, как правило. При этом точно, что это будет не благо для жителей, а звучит так как благоустройство благо для жителей. Так вот, для того, чтобы благо было благом, нужно всего несколько очень важных мер и акцентов, которые нужно расстановить. Итак, прежде всего, выходите во дворы обсуждать концепцию с готовыми проектами. Это обязательно, потому что только органы муниципальной власти точно знают, сколько у них бюджетных средств заложено на каждый двор. Они точно понимают, посмотрите заранее, где у вас проходят сети, поскольку вам придется объяснять, почему здесь нельзя ставить карусельку или качельку, поскольку там проходит труба и установка есть ограничения, установка малых форм здесь невозможна. Почему сегодня здесь парковку можно, а здесь нельзя? Поэтому приходите обязательно подготовленными, но приходите не в пустой двор, приходите не в рабочие дни, где-нибудь в обед и так далее. Нет, это будет абсолютно неправильно. заранее уведомляйте жителей о том, что будет сход, место и время. Желательно, чтобы это были выходные дни, если это рабочие, то это после 6 часов вечера. Не надо категорически проводить обсуждения где-то в отдаленных местах, домах культуры, отдаленных от этого администрациях. Приходите во двор, если вам нечего скрывать, если вы действительно хотите сделать это благо для жителей, приходите во двор, обсуждайте внутри, за 10 дней их уведомите. Время удобное для всех, для того, чтобы не отпрашиваться с работы. С готовыми планами, проектами и дальше уже внутри этих концепций, планов, проектов двигайте, чего хотят люди больше. Больше хотят зеленых насаждений или больше хотят парковочных мест. Но принцип разумности здесь обязательно должен быть. смотрите обязательно ГОСТы, обязательно Санпины, потому что люди точно не обязаны их знать и не должны понимать, что такое расстановка, на каком расстоянии, удаленности должны быть эти формы, что это прежде всего безопасность, дальше использование этих детских площадок. Объясняйте, объясняйте сегодня, сколько денежных средств, сколько примерно уйдет на резиновое покрытие, сколько уйдет на асфальт, сколько уйдет на бордюры, сколько уйдет на формы различные, на лавочки, урны. Не нужно это не совсем навязывание, это объяснение. Есть сегодня, предположим, 3,5 миллиона на двор. Мы можем сделать раз, два, три, четыре. Давайте посмотрим. Если двор большой, но денег не хватает, давайте сегодня с вами разобьем этапы. Часть в этом году, часть в следующем году, для того, чтобы нам с вами не сделать так, чтобы мы только один двор сделали, в муниципалитете, а помочь в том числе и другим дворам. Поэтому очень важно разговаривать предельно честно. Не бойтесь жилищных активистов, они все понимают. Самое главное, если вы себе объяснить можете, почему вы это делаете, то вы точно сможете это объяснить активным жителям. Но если, конечно же, у вас не стоит просто задача освоить бюджет и показать количество, и вам абсолютно все равно да лампочки. Если так, то эта лекция точно не для вас. Если вы так поступите, то жители ответят вам кучей негодования, обращениями в различные инстанции и так далее. Это будет называться не обида, это называется взаимность. Они ответили вам взаимностью. Сначала их не захотели слышать и не услышали вы, а завтра этого не захотят сделать они. И не забывайте самое важное, что любое благоустройство это публичные обязательства власти. Публичные. Вы их никогда не скроете. Если вы их сделаете неправильно, то вот тогда это скажем так публичная ваша обязанность власти будет привязана к вам таким антирейтингом определенным и сопровождать вас долгие долгие годы негативно. Очень важно, чтобы здесь было сформировано сообщество. Общаться со всеми обо всем очень сложно и мне не может быть миллион, а вот к разумному решению самое главное прийти к результату нужно. Это сложно, если вы не сформировали сообщество. И это просто, если оно есть. Если совет дома опять же еще не изберите его в этих домах, где проходит благоустройство, помогите людям сорганизоваться. Или вы получите, что один хочет больше зеленки, а другой хочет больше лавочек, а третьему вообще не нужна детская площадка, потому что у него нет детей, и нужны только парковочные места, а четвертый захочет что-нибудь еще, и дальше вы просто-напросто упретесь в стену мнений огромного количества. А если у вас есть от каждого дома представители, с которым вы четко и спокойно можете обсудить планы и дальше этапы благоустройства, что тоже очень немаловажно, познакомите их с подрядными организациями, и поверьте, если вы познакомите представителей от домов сообщества с подрядными организациями, то вы снимите огромное количество проблем со своих плеч. Почему? Ну, не можете вы каждый раз и все 24 на 7 быть в этом дворе, чтобы посмотреть, чтобы они точно что не то дерево не спелили, точно что шумовые работы вовремя, и контролировать от начала до конца весь ход работ, в том числе и по отходам, которые, конечно же, есть при любых видах работ. Так вот, имея прямую связь сегодня с жителями, вы фактически имеете глаза, уши, руки, ноги дополнительные, которые у вас находятся на объекте. И здесь плюс абсолютно всем во всем. Вы контролируете подрядные организации, жители действительно добиваются качественного соблюдения законодательства, в том числе и по шумовым работам, а не когда у нас с вами сварку начинают делать ночью, или забивать какие-нибудь сваи, или что-нибудь еще, потому что контракт не успевает, закрывается, и это опять же не приносит никаких плюсов жителям. Получается, что у вас контроль на всех стадиях, и вы на связи с жителями вовремя реагируете на те замечания, которые есть, а не получаете их уже постфактум, когда уже все подписаны, причем не жительными и так далее. Есть очень большая опасность, которую нужно, о которой хотелось вас предупредить. Вы профессионалы, вы четко понимаете, что можно, что нельзя, и есть одна большая проблема, когда сейчас многие жители хотят в своих дворах спортивные площадки. Я имею в виду хоккейные, я имею в виду футбольные, баскетбольные и так далее. Но при этом, как правило, не соблюдаются нормы, разумеется, что по удаленности от фасада дома, разумеется, что дальше возникают проблемы не только с содержанием, это не такая большая опасность, возникает другая проблема. Люди, у которых никогда не было во дворе спортивной площадки, начинают после того, как ее установили, мучиться от шума. А шум может не прекращаться всю ночь, особенно в летний период времени, особенно если на этой площадке есть освещение. Если вы сообщество, которое сформировали, не проговорите эти особенности о том, что мяч может вылетать и что здесь нельзя парковать автомобили, здесь должен быть запрет на парковку и с жителями надо это проговаривать, потому что на каждый угол вы столбик и государственных технодзор не поставите, четко нужно проговаривать о том, что должен быть ответственный за эту площадку и в 22 или в 23 часа ее нужно закрывать и открывать ее утром, потому что если она будет без хозяина, она превратится в сборище кричащих людей, которые будут использовать ее под свои игры в удобное время, прослушивание музыки и так далее. понятно, что не в каждом дворе есть охрана, понятно, что не в каждом дворе есть камера видеонаблюдения, поэтому здесь нужно четко проговаривать сообществом, к чему они готовы, готовы ли они взять на себя ответственность для того, чтобы получить все-таки благоприятный результат. Разумеется, что здесь нужно подключать и управляющую организацию для того, чтобы жители, возможно, не договорятся и управляющая организация возьмет на себя роль как раз-таки вот этих регламентных работ по закрытию, открытию спортивной площадки и соблюдению правил и норм, которые на ней должны быть. Поэтому внимание при формировании запроса четко говорите о плюсах и минусах, которые есть. Итак, провели сход жителей, приняли решение, записали, посмотрели, экономика бьется, ушли. Что же дальше? Самое главное не оставляйте жителя одного с просто высказанным мнением, не отразившимся ни в один документ. Обязательно уведомляйте, имейте обратную связь, это очень важно. Обратная связь нужна и важна для того, чтобы житель понимал, что ему не нужно сейчас куда-то обращаться, что все идет в процессе, что сейчас формируется техническое задание, сейчас идут закупки, сейчас выйдут подрядные организации, которые будут работать, и все это разбивают по промежуткам. Обязательно информируйте жителей, не оставляйте его одного, это очень важно. Какие способы у нас с вами есть для информирования жителей? Ну, прежде всего, каждому руководителю, любой организации я советую зайти на свой сайт. Вы удивитесь, не всегда приятно, попробуйте там найти какую-то нужную информацию, посмотрите навигацию, я думаю, что это вас удивит, но когда вы поймете, что не так, вы поймете, что исправлять, то есть минуса и ошибки, на которые вам указывают, это возможность вашего роста. Трудно помочь тем, у кого все хорошо, нарасти некуда. А вот там, где есть какие-то проблемы, достаточно легко помочь наоборот, найти эту точку роста и помочь развиваться организацией, в том числе, кстати говоря, и администрациям, муниципалитетам, отделам профильным по ЖКХ. Кроме сайтов, на которые мы видим сегодня, что достаточно редко кто-то заходит, информация кирпичная, топорная, навигация сложная и мало возможностей для того, чтобы постоянно администрировать, менять и вводить какие-то интересные штуки. Мобильные приложения достаточно дорого, они все могут себе позволить, это понятно, но что точно могут себе позволить практически все, это социальные сети, где можно вести опять же информирование, в том числе и по ходу благоустройства, закупок, какая компания и так далее. А также если на социальные сети это понятно что комментарии, это обязательно сообщения, если вы хотите завести просто информирование, информировать постоянным режимом жителей, то заведите себе телеграм-канал, где вы просто будете давать информацию, собирать там подписчиков, будете давать нужную информацию своевременно, с которой могут ознакомиться, она никуда не исчезнет, и кроме того новые подписанты будут видеть в том числе и предыдущую информацию, которая есть. Но при благоустройстве очень важно, чтобы именно на этом месте стоял щит, щит информации. Конечно, можно использовать и доски информации, которые в подъездах, но на щите должна быть четкая информация с планом благоустройства, с фамилией ответственного по данному объекту, с номером телефона, с организацией, которая подрядна и так далее. то есть непосредственно вся информация, которая касается благоустройства, которое должно делаться на данной дворовой территории. Что важно? При заключении контракта, для того, чтобы не стать проблемой для жителей, смотрите, какие подрядные организации к вам приходят. Сделайте так, чтобы это были не компании от наднефти, поскольку мы столкнулись с тем, что гарантийное обязательство, как правило, компания сделала благоустройство, исчезла, и гарантийные обязательства дальше возникают, и их опять за счет света жителей, бюджета делает муниципалитет, а это уже двойное финансирование. Защитите деньги собственников, ведь бюджет это налоги, это налоги жителей, и здесь, конечно же, двойного расхода мне быть не должно. Сделайте так, чтобы у вас была совместимость работы очень четкая, не так, когда сегодня сделали двор, резиновое покрытие, асфальт, а буквально через месяц заходит ресурсоснабжающая организация, убирает асфальтовое покрытие, прокладывает новую трубу или меняет старую, причем это все было запланировано, просто не было согласованности действий, и тогда мы точно что получаем негодование жителей, как же так, все все узнали, но никто ничего не мог вовремя сделать и совместить планы, не делайте обязательно совмещайте планы, и если нужно сделать прокладки, посмотрите, что у вас по ресурсоснабжающим организациям, где-то замена в планах и так далее, делайте до или во время, но точно что не после. Следующий вопрос касается мусора, это очень важно, поскольку мы столкнулись с тем, что в рамках благоустройства некоторые пытаются использовать отходы, я имею ввиду бордюры, старый снятый асфальт, старые столбы освещения, пытаются захоронить на этой площадке при благоустройстве, пытаются сегодня вместо того, чтобы поднимать грунтом какие-то там части, пытаются все это завалить как раз-таки опять же этими твердыми бытовыми отходами, что видят жители, поскольку они как минимум два раза в день проходят этот двор и, конечно же, глаз-то не радует и никакие нормы это не входит, поэтому здесь обязательно смотрите, это касается и подрядных организаций, это касается и управляющих организаций, будьте здесь помощниками, будьте действительно на стороне жителей, фиксируйте данные нарушения, своевременно их отправляйте и органы местного самоуправления обязательно должны вовремя реагировать на то, что происходит сегодня во дворах, скажем так, при благоустройстве, и если вы сегодня будете соблюдать все эти правила и взаимодействия, тогда каждый из вас будет частью решения, а не частью проблемы жителей, а ведь жителям очень важно не остаться одни, и очень важно, чтобы было выстроено сегодня это самое взаимодействие посредством различных инструментариев, для того, чтобы их объединили, вовлекли в процесс, если жители активны, они очень хотят участвовать, и мало того, при том же самом благоустройстве, они обязательно где-то помогут посадить сегодня где-то деревья, где у нас сегодня проходит прекрасная акция, это лес победы, посади свое дерево и так далее, помогите им сегодня реализовать, вот посмотрите, сегодня были снегопады, и там где созданы советы многоквартирных домов, сколько людей вышло помогать своей управляющей организации, потому что есть сегодня связь с ним, а вот там, где это сообщество не создано, где управляющая организация считает, что увлечение жителей вопроса быть не должно, и взаимодействие, тем более, вот там и муниципалитеты, и управляющие организации, где территория сегодня входит в общее имущество многоквартирного дома, остались наедине, с ограничениями в технике, с ограничениями штатной численности дворников и так далее, а вот там, где взаимодействие есть, люди без претензий, абсолютно, понимая, что это не их обязанность, понимая, что они платят сегодня и управляющие компании, муниципалитету, без претензий взяли лопаты, вышли и помогли, а лучшие управляющие организации муниципалитета, которые работают с сообществами, сделали пункты раздачи инвентаря. Если вы не знаете активных жителей в своем доме, то вы даже не знаете, кому дать лопату и вернет ли он вам ее. И если у вас процесс организован и вы действительно находитесь в взаимодействии, то вопроса, а точно ли жителю я дал эту лопату и вернет ли он ее сегодня мне, не возникает. Поэтому точно, что все в ваших руках и это улица с двусторонним движением, а не наоборот. Это должна быть история, когда вы движетесь навстречу друг другу, потому что тогда ваши усилия действительно объединены. Даже если у вас сегодня вы понимаете, что в доме очень негативно настроены жители, начинайте формировать положительное мнение через действия. Вы для начала выясните, а что именно не устраивает. Возможно, не устраивает просто уборка в подъезде, возможно, не устраивает работы вашей аварийной диспетчерской службы, а возможно ваш сантехник вместо того, чтобы чинить бесплатно общее имущество, требует денежные средства жителей. А возможно, нужно просто разъяснить сегодня законодательство, что такое приборы учета, поверка, почему сегодня приборы учета по электричеству, это уже энергосбытовая организация, этим должна заниматься, поверка и замена и так далее. Возможно, просто нужно разъяснить. попробуйте провести эту встречу, конечно, не собирайте сразу 300 человек, попробуйте встретиться с теми очень активными обращенцами, людьми, которые пишут обращения, связаться с ними и попробовать обсудить, что не устраивает, почему. Честно объясните ситуацию на этом доме, в том числе по экономике. Возможно, жители станут вашими союзниками и помогут поработать с собственниками на предмет, скажем так, дисциплины по платежам, потому что от платежей зависит, что будет сделано в этом доме. Поэтому наоборот, объединяйте, вовлекайте и люди будут вашими помощниками. То, что касается благоустройства, это не только дворы, это и общественные пространства и здесь для того, чтобы не повторяться, понятно, что выбор этих общественных пространств это голосование и оно выбирает место, но не концепцию. Дальше разумеется, что это общественные слушания, это работа с сообществами и вот здесь внимание. Большому сожалению, мы посмотрели, что все с этим сообществом работают по старинке, это либо собирают сотрудников администрации и родственников для того, чтобы показать массовость и то, что люди приняли участие, проголосовали, на самом деле не было уведомлений никаких, мы встречаем этот негатив в ряде муниципальных образований. В одном из них даже сменили главу практически именно по этой истории, что благоустройство было явно не для жителей общественного пространства, где у них не спросили, хотя прекрасно отчитались по документам. Так вот, не делайте этих ошибок, а делайте так, чтобы вы действительно собрали сообщество. Вы не можете собрать весь город, это понятно, нет таких площадок, только лужники, наверное, могут принять, и то даже лужники не примут такое количество. Вам нужно работать сообщественно. мы посмотрели, что в этой сфере можно сделать. Ну, во-первых, конечно, если у вас, вы работаете с жилищными объединениями, то привлекайте их. Есть общественные палаты, есть другие общественные советы, которые созданы сегодня внутри муниципального образования. Советы ветеранов, в том числе, по инвалидам, да, сообщества, которые существуют, поскольку важно учесть все интересы. Если вы людей не вовлечете, то это пространство дальше жить не будет. В том числе, необходимо подключать и молодежь. А как это сделать правильно? Мы посмотрели лучшие практики вовлечения, которые сегодня есть, и понравилось несколько из них. Одна из них касается школ. Тогда каждый из школ выбирает представителей как от родительской общественности, так и от детей старших классов, которые представляют интересы по организации, например, благоустройства в этом парке, сквере, набережной, неважно, то есть в общественном месте, которое требует благоустройства, центральную улицу, пешеходную зону и так далее. И вот когда вы учитываете с этими сообществами все нюансы, в том числе и спрашиваете у них, а как бы вы хотели использовать данные пространства для взаимодействия, вот именно тогда действительно получается максимальный результат. Не нужно делать это общественное обсуждение для галочки, не нужно ставить где-то рояль в кустах и собирать там подписи свои у своих, а потом сделать красивые фото, рассказать о том, что как здорово мы всех опросили. Сделайте это качественно, сделайте так, чтобы сообщества вам пришли, попросите их к вам прийти, сделайте так, чтобы это общественное пространство дальше могло жить. Например, очень важно, когда вы те же самые музыкальную школу, те же самые рядом прилегающие среднеобразовательные школы и так далее, говорите им, слушайте, мы вам даем площадку, давайте вы здесь будете проводить, ну, понятно, в СИЗО открытые уроки. Это новое веяние, достаточно интересное, открытые чтения могут быть по литературе, это может быть в том числе и выставка работ художественных, это может быть презентация музыкальных, каких-то возможностей там вокальных и так далее. Вы можете наполнить это место жизнью, а если вы наполните его жизнью, значит, вы наполните его людьми, а если люди будут приходить, значит, туда может прийти и бизнес, и тогда вопрос по обслуживанию, эксплуатации будет намного проще, поскольку уже будет появляться экономической составляющей. Что еще очень важно, что не сказала про благоустройство, когда двор уже сделан, очень важно, чтобы этот двор не потерялся, поскольку если просто его сделали, а дальше не происходит ни содержания, ни эксплуатации, он такой брошенное дитя, то, конечно, здесь у вас не получится не вернуться к нему через несколько лет, обязательно нужно сегодня четко заниматься его очисткой, четко заниматься снижанием эксплуатации. Понятно, что это денежные средства, понятно, что не всегда детские площадки принимаются на баланс, непосредственно в общее имущество многоквартирного дома, и в тарифе это не заложено, но все-таки бросать площадки как детские, так и общественные пространства, когда отремонтировали, сделали, а дальше ничего не происходит, ни уборки, не идейных смыслов, то это, конечно, сложно. Кстати говоря, про мероприятия, которые можно проводить в общественных пространствах, сказали, а вот какие мероприятия можно проводить по дворам, помимо Дня соседа, школы ЖКХ, управдом, дети нашего двора, спортивные какие-то мероприятия и так далее, на самом деле огромное множество и двор может жить и тоже быть местом притяжения. Но возвращаясь к общественным пространствам, с чем мы столкнулись? Это корявые проекты, когда администрация считает, что она самая умная, она точно знает, что нужно сделать в этом парке, сквере, и как таковой концепции для обсуждения нет, и общественное мнение не нужно, потому что спрашивать-то нечего, просто подписаться под тем, что уже есть. Нет, это неправильно. После того, как вывлекли сообщество, вам нужно привлечь сегодня архитекторов, которые могут сегодня изложить в рамках, опять же, тех денежных средств, которые есть в муниципальном образовании, возвращаемся к экономике проекта, которые могли бы эту концепцию изложить правильно. Так вот, очень простое решение, которое нашло свое отражение в нескольких случаях у нас и в 19-м, и в 20-м году, когда начинают привлекать профильные архитектурные вузы, техникумы, и студентов привлекают сегодня к этой работе для того, чтобы они поработали над проектами и предложили с учетом тех запросов сообщества, которые есть, предложили концепцию. И дальше каждый из них перед этим сообществом защищал бы свою концепцию. И вот тогда сообщество уже выбирает из представленных методик, которые есть, выбирает лучший вариант, где-то там внутри также двигается что нужно, что не нужно, но при этом скажем так, наилучшее такое зерно можно отразить и можно сегодня это сделать. Помимо того, что это школа, сегодня также можно привлекать и сообщество в социальных сетях для формирования мнения, для формирования сегодня запроса. Поскольку, если не будет запроса, что хотят, то администрация сделает этот парк листвер сами для себя. Сами там потом гулять будут, сами себя жизнью наполнять. Но это же неправильно. Если мы делаем для людей, то мы должны у них спросить, чего они хотят и привлечь профессионалов, которые обязательно будут говорить, что можно, что нельзя, что такие концепции могут быть, в том числе какие-то новые решения и технологически новые решения. И нужно идти в новом со временем. если вы не будете меняться, если вы не будете слышать, чего хотят, какие тенденции сегодня есть, то тогда попадете в стагнацию, поскольку не будет развития. Все, что не развивается, умирает. Стагнации тоже долго находиться невозможно. Поэтому здесь принимайте вызовы, эти запросы, у вас точно есть шанс вырасти. Поэтому приглашайте экспертов для обсуждения, приглашайте сообщества и действительно приходите к результату, который устроит и вас, и устроит жителей, и действительно будет достаточно популярен и востребован дальше. Вы знаете, когда мы обсуждаем какие-то кейсы, руководителя какого бы предприятия вы ни были, неважно, муниципального, частного и так далее, мы всегда, я всегда говорю так, попробуйте пройти путь потребителя ваших услуг. Для того, чтобы быть частью решения, не частью проблемы, нужно понять, о чем же проблема. Нужно обязательно делать, проходить этот путь. Его пройти можно по-разному. Можно, конечно, самому посмотреть, как работают сервисы, посмотреть, как сегодня, где затык, где сегодня не идет, где нужно докрутить, но сделать это нужно не один раз, а постоянно. Разумеется, что здесь работает история, это как кейс, тайный покупатель, когда у вас есть люди, которые от начала до конца проходят путь и говорят вам дальше алгоритм и анализ полностью того, что в плюсе, что в минусе и что нужно подтянуть. И есть история, когда вы спрашиваете, непосредственно проводите опрос у жителей, но здесь внимание, самая главная ошибка, когда в сфере ЖКХ начинают спрашивать, а вас устраивает или нет эта управляющая организация. Она хорошо работает или плохо? Это совершенно неправильно, если вы так делаете. Попробуйте четко собрать оценочное мнение, во-первых, разделив его на части. Ну, например, если мы говорим про управляющую организацию, то нужно выяснять по зонам, что именно не устраивает. Вас не устраивает отработка по обращению, вас не устраивает уборка подъезда, вас не устраивает эксплуатация жилого фонда и содержание, вас не устраивает работа аварийно-диспетчерской службы. И делать эти вопросы сегодня не просто устраивает, не устраивает, так не пойдет, а градацию. Оцените по шкале от 1 до 10. Вот тогда вы соберете среднюю оценку с четким пониманием, где плюс-минус проседает. Если сфере ЖКХ вы спросите, да или нет, ответят, скорее нет, чем да. Поэтому здесь используйте все-таки от 1 до 10. Используйте разную градацию для того, чтобы понять. Такую же историю сегодня, этот же кейс можно сегодня сделать в рамках ресурсно-набжающих организаций. Понять, где не работает клиентский летоотдел, летоотдел по непосредственно выезду, почему, что, как, в аварийной работе не работает, где, что, почему и как это сегодня можно исправить и поправить. Потому что улучшая свою деятельность, вы сегодня становитесь более привлекательными, в том числе и на рынке услуг. Разумеется, что сфера и управляющая организация, благоустройство, такая же у нас есть капитальный ремонт, тоже очень важная тема, которая касается и планирования работ. Как, между прочим, управляющая организация может помочь собственникам вступить в программу капитального ремонта, помочь им оформить заявку в муниципальное образование с перечнем работ, которые необходимы, да, и проработать, какие годы, там, краткосрочные, или же ближайшие планы, или следующие, для того, что, поскольку программу включают органы местного самоуправления, краткосрочная программа по капитальному ремонту, то можно опять же помочь жителям и самим себе попасть в эту программу. Почему? Ну, прежде всего, скажем так, здесь важно качественно менять жизнь в доме. Очень важно, чтобы управляющая организация не выключалась в процессе из дома ни на одном из этапов, в том числе при капитальном ремонте, потому что, если сделают некачественно, то эксплуатированием и содержанием этого фона заниматься потом вам, и вам потом, скажем так, все эти дефекты скрытые исправлять. Поэтому здесь, конечно же, нужно участвовать на всех этапах абсолютно, от начала до конца, в том числе и на открытых работах, привлекать сегодня жителей, собственников, в том числе и бороться за их имущество. Мы столкнулись с разными вопросами. Залитие квартир при некачественном ремонте или некачественной эксплуатации, это понятно, но почему-то, когда заливается общее имущество многоквартирного дома, мало кто предъявляет сегодня иски по восстановительным работам, а ведь это имущество собственника, его нужно защищать, от дачи управляющей организации четко сегодня лоббировать интересы жителей для благоприятного и безопасного проживания в многоквартирном доме. Здесь очень важно делать это во всех сферах и помогать в том числе. Контрольные закупки сказала тайный покупатель тема сегодня, скажем так, вот посмотрите на бизнес, на любой, прежде всего это, конечно, касается торгово-розничной сети, когда она меняется, она меняется под запросы, под запросы клиента, эти запросы собираются, причем здесь есть маркетинговые ходы, как сегодня услышать потребителя, как угадать завтра его запрос, как получить его мнение, придет он в этот магазин, не придет, нравится ему товар, не нравится. В ЖКХ-то все проще. У нас есть в ресурсном обжении естественная монополия, у нас сегодня есть выбор управляющих организаций, но есть только у вас прямой доступ к потребителю. И вам проще всего узнать его запрос, его чайные и беды, для того, чтобы вовремя на них отреагировать и дальше уже пытаться менять, подстраиваться под клиента, что очень важно. Что еще важно? Конечно, можно сегодня сказать так, какие гарантии? Мы сегодня внедрим шикарные сервисы, мы сегодня сделаем интересные решения, мы сегодня будем клиента ориентированы, мы сегодня сделаем большое количество кейсов благ для жителей, такие гарантии о том, что мы останемся на этом рынке, что нас завтра не поменяют и так далее. Ну, я вам так хочу сказать, говорила, всегда так и говорю, гарантий в этой жизни нет, но есть возможности. Пользоваться ими или не пользоваться, это решать вам. Но если вы не будете сегодня на связи с жителями, не будете им помогать, то они быстрее вас сменят. А если вы возьмете на себя ответственность за результат, именно ответственность, вы не будете говорить, ой, здесь пандемия, а здесь праздники, это сделаю потом, а здесь вообще виноваты все остальные обязательно власти и так далее. И это касается всего. Это касается управления над партином домом, это касается благоустройства, это касается качества услуг, это касается всей сферы жизни. Если вы не возьмете на себя ответственность за результат и вашу команду, то тогда вы к результату не придете, когда вы не будете клиент ориентированы, тогда тот потребитель услуг, которым вы сегодня предоставляете, точно что вас не оценят, а точнее оценят то с негативной точки зрения и навряд ли вы долго останетесь на этом рынке. Не может быть долго стагнация, значит дальше будет падение. Поэтому именно потребитель ваших услуг это ваша точка роста для того, чтобы помогать реализовывать свое право на безопасное благоприятное проживание на квартирных домах. Я думаю, что у нас еще есть время, Анна, на вопросы, которые предварительно задавали в чатах нашим студентам. Да, да, есть. Есть. Ну, отлично. Вопросов поступило много, я думаю, что еще в социальных сетях сейчас прибавится, их обязательно принесут для того, чтобы ответить. Но, Анна, сколько у нас есть времени, скажите? 19 минут. Мало-то как. Хорошо, попробуем. Отсутствие парковочных мест при новых жилищных комплексах Московской области, муравейники, отсюда транспортная проблема. Стоит добавить узкие проезды между дворов, жители паркуют там, где смогут, по бокам этих проездов и так далее. Крайне часто происходит неумышленная порча чужого транспорта и заплотно заставленных ряд автомобилей. Можно не заметить детей, которые выбегают на проезды. Вопрос важный и простой и сложный одновременно. Прежде всего, я против заигрывания двор в данном случае, двор это не место для стоянки автомобиля. Давайте об этом не будем забывать. То, что делается сегодня в рамках благоустройства парковочные карманы, так вот это гостевые парковки. Двор это место для стоянки временной погрузки и выгрузки пассажиров и так далее. Но не место для остановки, но не место для стоянки. Поэтому здесь парковка должна быть в четко отведенных местах. И ни в коем случае не на тротуарах. Если такое происходит, здесь, конечно, нужно посмотреть неправильную парковку на проезжей части, или это парковка на тротуарах незаконная, и в зависимости от этого дальше уже обращаться или в Государный технадзор, или в ГИБДД. И, кстати говоря, у нас сегодня есть приложение «Народный инспектор», которое можно загрузить на свои мобильные телефоны и нерадивых, скажем так, вот таких автовладельцев штрафовать. Да, есть проблема. У нас почему-то каждый житель считает, что он должен как минимум из окна своей квартиры видеть автомобиль, а еще лучше из окошка запускать автозапуск. Но вы тоже должны понимать, что если, например, у нас с вами стоит дом на 380 квартир, в каждой квартире по одной машине иногда и по две, то 380 парковочных мест парковку во дворе мы с вами пышно не сделаем. Если застройщик будет ее делать, то будет делать ее платной, но обязательно покупать парковочное место при наличии автомобиля невозможно. Поэтому здесь только несколько видов борьбы, это прежде всего, конечно же, причем, вы знаете, не столбики, а сферы. Столбики достаточно травмоопасны, и здесь нужно проговаривать муниципалитетом предблагоустройства или с управляющей организацией по установке этих полусфер для того, чтобы не парковались там, где у нас пешеходная зона, для того, чтобы четко проходила работа разъяснительная о том, чтобы не сужали тротуар, для того, чтобы был подъезд к автомобиле, скажем так, в рамках чрезвычайных ситуаций. Здесь для того, чтобы была в том числе и стоянка таких автомобилей, эти места сигнально разрисовываются, как правило, это желтые, красные и оранжевые цвета, это зебра и наискость для парковки, предположим, при пожарной машине или скорой помощи и так далее. Но разумеется, что здесь четкий контроль, штрафы, по-другому мы не сделаем с вами это никак, и невозможность постановки машины в этом месте, это полусфера, парковочные столбики и так далее. То, что касается общественных слушаний и вообще проектов застройки, конечно, не дорабатывают. Разумеется, что нормы сегодня обходят стороной, кстати говоря, через номинальное общественное слушание, уменьшают количество парковочных мест при постройке квартирного дома, что точно, что у них есть хорошо, очень плотная застройка, проезды плохие, но бороться сегодня можно только таким способом, если это уже как факт, как данность, которая сегодня есть. Нужно четко понимать, что когда вы покупаете автомобиль, вы покупаете ответственность. И эта ответственность у вас не только, когда вы едете за рулем перед другими участниками движения, но это в том числе и ответственность, где вы будете его ставить. Конечно, важно, когда дети и плотно стоят автомобили, то, что мы делаем у себя во дворе, это искусственная неровность. Это разумеется, что знаки, в том числе и предупреждающие, но не всегда, скажем так, это помогает, но уменьшает в том числе и безопасность для всех участников. Почему жители МКД информация о готовящихся планах и аварийных работ зачастую доводится с опозданием? Ну, это прямо к тему нашей лекции, потому что, к большому сожалению, большинство не работает с сообществами. Я считаю, что если есть работа с сообществами, если есть коммуникация, если есть чаты, телеграм-каналы, куда заведены жители, например, при аварии электросетей, буквально недавно были достаточно серьезные аварии, у вас есть эти жители, есть эти сообщества, и вы тут же выдаете эту информацию через средства информационные, то часть вопросов снимается. О планируемых работах то же самое. Есть доски информационные в подъездах, но почему нельзя связаться с управляющей организацией и не во время работ и после, а все-таки, как полагается в жилищном кодексе, уведомить полагаемое время за 7-10 дней до проведения этих работ. Почему это нельзя сделать? Я считаю, что это халатно. Каждый должен заниматься своим делом и находиться на своем рабочем месте. Если вы не хотите работать для жителей, если вы не хотите с ними коммуницировать, ну, наверное, вы занимаетесь не своим делом и вам не нужно тратить не свое время, не нервы жителей, а идти с миром в другое место и пускай на ваше место придет человек, который действительно захочет работать, потому что я считаю, что в администрации управляющих организаций, то есть уже снабжающих организаций должны работать люди, которые четко понимают, для кого они работают. Они работают не только для себя, они работают для людей, которым они поставляют ресурсы, услуги, какие-то виды работы и так далее. И вот здесь нам нужно менять, четко менять сферу ЖКХ, чтобы она была не по-тачному принципу. Ой, да ладно, это так сойдет. Мы его слепили из того, что было, а потом, что было, то и потом в объявлении и повесили. Нет, такого быть не должно. Не мучайте людей. Займитесь, любите свое дело, любите свою профессию. А давайте ей полночь глаза горели, чтобы вы действительно понимали, что вы делаете, для кого, для чего, какими способами, каким разнообразием и так далее. Потому что, если этого нет, ну, не пойдет в дело. Поэтому здесь, конечно, информация должна быть, все инструменты есть, причем бесплатные это социальные сети. Пожалуйста, делайте, взаимодействуйте, организовывайте и так далее. Сейчас сложный вопрос. Если ГЖИ Московской области по какой-то причине отказалась включать дом в реестр специализированных счетов, например, отсутствие корма по какому-либо вопросу в протоколе общего собрания, является ли специальный счет легитим? А ведь предоставление документов ГЖИ несет уведомительный характер, они подусматривают проверку. Ну, стоп, погодите. А давайте начнем с того, что если собрание нелегитимно, и там не было большинства, то о какой речи можете идти открыть из спецсчетов? Если мы говорим, просто не указано, какой спецсчет имеется в виду, если мы говорим про спецсчет по капитальному ремонту, по хворуму, там, разумеется, должен быть. И здесь без него спецсчет вы не откроете. И даже дальше у вас документы просто-напросто не будут приняты, в том числе и банки, когда вы будете открывать, и так далее. Должно быть четко хворум, протокол и предоставление их государственной личной инспекции, в том числе и фонд капитального ремонта. Опять же, не указано, какой спецсчет, но если это касается спецсчет по капитальным ремонтам. Обязаны ли собственники платить по долгам, по взносам на капитальный ремонт в случае непредоставления платежных документов региональным операторам в течение длительного времени, пять и более лет, при этом дом включен в региональную программу и администрации выпущено постановление. Ну, коллеги, вопрос двояки. Если говорить юридически, то заставить вас платить более чем за три года по суду они не могут, поскольку это гражданские отношения и понятно, что могут подъявить только за последние три года. Давайте подумаем с вами дальше. Если завтра вы собираетесь открыть спецсчет, если дальше возникает вопрос в работах, мы же с вами прекрасно понимаем, что все работы на квартирном доме делаются за счет собранных средств, взносов на капитальный ремонт. И чем их больше, тем больше работ, соответственно, можно провести. Поэтому здесь двояка. Если отвечать юридически, то за пять лет нет, и по суду можно оплатить только за три. Если говорить, выставлять-то могут, но в суде понятно, что исковые требования будут учтены только до трех лет. Если говорить по, скажем так, по отношению личностному, то я считаю, что здесь, если никто не будет платить за капитальный ремонт или будем мы сами уходить от оплаты, то тогда мы с вами получим не платежи, не доремонты в наших домах, а на самом деле сегодня количество, точнее сам фонд, намного меньше, чем требуется, работа меньше, чем требуется сегодня в наших квартирных домах. Поэтому выбирать вам, я думаю, что я вам ответила. Дальше. Вопрос, поступивший от жителей. Прошу разъяснить, на каком основании организатор размещает рекламу в лифтах из положенных на квартирных домах. Если не было собрания собственников, которое приняло решение моделить управляющей организацией, распоряжаться общим имуществом, в том числе по передаче третьим лицам, или собственники не приняли решение разрешить рекламные щиты в лифтовых кабинах, колах или где-то на фасаде, то это незаконно. Управляющая организация не имеет права без решения собственников это делает. что можно посоветовать? Ну, разумеется, что, поскольку это финансовая история, эти интересы, то обращаться в оборудование попроскового реагирования, которые должны провести проверку, в том числе государственная жилищная инспекция, должны провести проверку о использовании, незаконном использовании общего имущества на квартирном доме. Дальше. Не утверждается смета расходов на управление многоквартирными домами. Смета расходов не утверждается управляющая организация. Ну, здесь, наверное, нужно выйти с предложением к управляющей организации и предложить ей все-таки, а точнее лучше даже не устно, а письменно, написать обращение от собственников на квартирном доме. просим вас организовать встречу по смете расходов согласованию на будущий год. А также просим вас предоставить отчеты о финансово-хозяйственной деятельности в электронном, в письменном виде, неважно, за предыдущие периоды, для того, чтобы там понять, сравнить, какая была смета расходов по предыдущим периодам и понять, что можно планировать на будущее или на текущий год. Поэтому, если документы эти вам управляющие организации не предоставляют, есть статья, это нарушение законодательства, прикрепляйте, прилагайте все документы, предлагайте и государственную различную инспекцию. В несоответствии цены и качества оказываемых в жилищных и коммунальных услуг. Я так понимаю, что здесь вопрос идет и по ресурсоснабжающим организациям, по рекоператорам и по управляющим организациям. Если услуга не соответствует качеству, не оказана или оказывается не в полном объеме, вы имеете право на перерасчет. Что для этого необходимо? Для этого необходимо заактировать данное, скажем так, несоответствие, данное нарушение. Акт составляется, они есть типовые сегодня в интернете. Если это ресурсник, то акт составляется, между собственниками и непосредственно управляющей организацией, если это управляющая организация, в которой собственник имеет право составить данный акт, где четко указывается, что именно, какая услуга не предоставлена или предоставлена некачественно, в какой период она оказывалась некачественной, то есть период тоже обязательно указывать, и дальше это претендинге уже направлять управляющую организацию для того, чтобы было уменьшение стоимости, то есть был перерасчет как раз-таки по данным, данными соответствия, которые вы считаете. И у нас есть еще пять минут? Анна? Да, как раз еще пять минут. У нас еще пять, прекрасно, то прервете меня на половине ответа, и это будет неправильно. Ограничение этажности застройки, плотности жителей в районах, микрорайонах, получение качества жизни, повышение привлекательности, в том числе с использованием концепции строительства мини-парков, черте городов, спутников без использования, с минимальным использованием предумовой территории. Очень сложный вопрос. Ограничение этажности сегодня у нас вводится в части городов это вводится исторические поселения, понятно, да, то есть где, например, в Коломне, да, в исторических городах, но, к большому сожалению, в части городов у нас сегодня данные ограничения ограничиваются больше правилами землепользования застройки, ПЗЗ, кстати говоря, каждый может посмотреть правила землепользования застройки по своему городу, по словам их района, какие участки, какая предельная этажность, какое назначение земли сегодня есть, что планируется и так далее, потому что ограничение этажности может быть только через ПЗЗ, это правила землепользования застройки, которые в свое время принимались через Совет депутатов, дальше это все было уже на уровне региона, но я думаю, что будет обопытно каждому из вас посмотреть, что непосредственно в его городе, в его микрорайоне будет делаться. Конечно, есть варианты сегодня парков, мини-парков крышных, но опять же, просто на крыше у нас с вами погодные условия не позволяют сегодня это сделать, так как это делают сегодня в странах Азии, во многих, где очень плотная застройка, нет клочка земли, используют сегодня не только вертикальное озеленение, и в том числе крышное озеленение и мини-парки там устраивают. Это значительное удорожание самого проекта, только проекты бизнес-класса, они невозможны сегодня, то есть эти квартиры невозможны для покупки среднего класса, что, скажем так, не решит тогда задачу и проблему, которые есть. Поэтому вопрос по ограничению этажности, возвращаемся к правилам землепользования и застройки, вопрос сегодня мини-парков на цикальных и крышных подорожания, то, что касается в густонаселенных городах, да, сегодня берутся клочки земли маленькие, которые есть и благоустраиваются, но мы сами прекрасно понимаем, что этого недостаточно. Вопрос нужно решать сегодня в концепции не просто мини-парков, а все-таки все должно быть сбалансировано. Не когда у вас только стекло, бетон, да, вокруг, и плитка везде урожена, и за высоты зданий вы солнце и небо не видите, это будет вызывать депрессивное состояние, это неправильное формирование сегодня отношения с точки зрения эстетики, это неправильное ощущение мира, да, и всего остального, нам, у нас душа русская, нам не хватает сегодня просторов, нам не хватает зелени, нам не хватает этих пространств, нам не хватает сегодня этой листвы, травы и так далее, поэтому загнать, конечно, нас всех в Москва-Сити не получится, и слава богу, сегодня поворачиваются застройки, застройщики и наконец-то начинают в том числе и малоэтажно, не погоня ввысь, да, потому что земля истерпаемый ресурс, а все-таки начинаются проекты по малоэтажной застройке. Ну и у нас, я так думаю, что осталось пару минут, я вам хочу в конце рассказать такой интересный анекдот, вы знаете, как-то у директора управляющей организации спросили, у меня есть мечта? Он говорит, да, вы знаете, у меня есть мечта привести этот дом в порядок, чтобы все работало красиво, безопасно, чтобы все прям вот жители довольны. У него спрашивают, ну а что ты не сделаешь-то? Он говорит, а как же ты дорожил без мечты? Так вот, я думаю, что этот анекдот касается не вас, потому что если цели у вас одни с жителями, с потребителями ваших услуг, то точно все получится, не бойтесь. Если где-то какие-то вопросы возникают, вы не знаете, с чего начать, вы не знаете, как сформировать, у вас есть какие-то страхи, обращайтесь, мы есть социальные сети, четко на прямой линии, поэтому будем рады помочь сделать это взаимодействие. Да, Юлия Александровна, спасибо вам большое за вашу лекцию. Несмотря все-таки на некоторые технические заминки, лекция все-таки получилась крайне информативной, а самое главное интересной для всех наших зрителей. Думаю, что каждый гость сегодняшней нашей лекции после вашего выступления как-то по-новому взгляну на все поднятые вами проблемы. Но активных жителей, он их больше не боится. Да, 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 да. Как раз вот про это хотела и сказать, что возможно они для себя раскрыли какие-то непонятные может быть моменты, нюансы, в которых они страшились именно непосредственно связанные с работой с жителями. И поняли в какой-то мере для себя какие-то, например, эффективные инструменты и механизмы можно использовать для работы с жителями, для, самое главное, привлечения активного социально-ответственного населения к решению социально-ответственных управляющих организаций и муниципальных служащих. Да, да. Ну что ж, уважаемые зрители, я думаю, что на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо, хорошего вечера и до новых встреч на других новых открытых лекциях от кафедры Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok